Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем разговор о послании к евреям на портале Экзегет. Это послание одно из самых сложных посланий Нового Завета, и оно в течение времени Великого Поста читается на всех литургиях в субботу и воскресенье в силу особой тематики этого послания, в силу акцента на жертвам служения Господа Иисуса Христа. Но поскольку, как я уже сказал, текст довольно сложный и проблематичный, и содержит в себе довольно много трудных мест, это чтение, конечно, как правило, остается неуслышанным, непонятым. И поэтому первая цель, которую ставим перед собой, это понять этот загадочный, но в то же время интересный, не боюсь сказать, таинственный текст. Если вы открываете книгу Нового Завета, то вы обнаружите, что послание к евреям, которое написано имя апостола Павла, находится не в начале, наряду с посланием к Римлянам, Коринфянам и другими посланиями апостола Павла, а имея довольно большой объем и не уступая этим вышеперечисленным посланиям, оно, тем не менее, стоит в конце, после даже самых незначительных посланий, вот после послания Филимону. И поэтому сразу вникает вопрос, а как же так? И здесь как раз первая загадка этого послания, первая его тайна, потому что написанное на отличном греческом языке, это послание является единственной анонимной эпистолой Нового Завета, хотя у него есть личное окончание, но нет вступления, и имя автора не названо. Я вам напомню, что все послания апостола Павла, они, как всегда, содержат приветствие, где апостол Павел называет себя, называет тех, кто находится в этот момент рядом с ним, он говорит, кому он обращается, и отчасти и по какому поводу. Вот здесь, в этом послании ничего нет. Это послание вообще, оно скорее по своему литературному жанру напоминает проповедь, поэтому, может быть, не имеет вступления, но самая большая загадка этого послания, загадка, которая так и не решена, это то, кто же его написал. И те предварительные замечания, которые мне хотелось бы сделать, они связаны с тем, что, конечно, напрямую это послание нельзя приписать апостолу Павлу, поэтому оно и находится в каноне книг Нового Завета в конце, то есть вопрос остается открытым. И надо сказать, что эти сомнения, о которых я сказался, и поиск автора послания, они не являются продуктом нашего времени, они были сформулированы еще в Древней Церкви. И я вам сейчас зачитаю некоторые цитаты из Регена, как он отражает этот поиск авторства своего времени. По сведениям, дошедшим до нас, некоторые приписывают его Клименту, епископу римскому, а другие Луке, который написал Евангелие. В конце концов, возобладало мнение, что это послание принадлежит апостолу Павлу. Мысли в этом послании пишет Ориген удивительные и не уступают тем посланиям, которые признаются истинно Павлами. Если бы я выражал свое мнение, продолжает он, то я должен был сказать, что мысли эти принадлежат апостолу. Это решение было наиболее приемлемым, но не снимало все остроты проблемы, и Ориген это прекрасно понимал. Напомню, что Ориген, конечно, хотя был впоследствии осужден церковью, был выдающимся учителем и библеистом своего времени. В языке послания, заглавленного к евреям, нет черт свойственных речи апостола, который признавал, что не искусен в слове, то есть в умении изящно выражаться. Что послание составлено на хорошем греческом языке, признают всякий, кто способен чувствовать разницу в стиле. И так действительно, даже если мы сравним переводы, мы поймем, что, конечно, стиль этого послания, он заметно отличается от того, как послал свои послания апостол Павел. И поэтому Ориген признавал, что в конечном счете автора установить невозможно. Кто написал это послание, знает только Бог. Подытожил он. И действительно, это загадка, загадка, которая действительно не имеет окончательного решения, сколько бы гипотез на этот счет не предлагалось. И хотя действительно между посланием к евреям и посланиями апостола Павла есть очень много перекличий, их десятки, сотни, но, конечно же, есть и очень существенные отличия, в первую очередь, связанные с тем, что тематика этого послания, она ограничивает спасительные действия Христа исключительно еврейским народом. Если служение апостола Павла было связано с тем, чтобы благоествовать всем народам неследимое богатство Христова, то здесь искупительное дело Христа оно связано только с народом, который находился в завете с Богом, то есть с иудеями. О существовании язычников это послание нам ничего не сообщает. Ну и по мере нашего продвижения мы с вами поймем, что и восприятие Бога, и культовая тематика, они отражают очень специфические, очень особенный менталитет ее автора, и, конечно, во многих ключевых положениях богословек евреям, это восприятие Бога, искупление, понимание веры, мы не найдем, сколько мы значим, значительного или заметного сходства с посланиями апостола Павла. Но, тем не менее, конечно, это послание действительно уникально, и, конечно, понимая всю важность этого текста, всю его значимость, церковь все-таки оставила, желая сохранить его в каноне книг Нового Завета, связала его с именем апостола Павла, потому что, конечно, все книги Нового Завета, они должны были иметь апостольское происхождение. Сейчас, может быть, для нас это не играет такой уже существенной роли, для нас это не имеет такого значения, для нас важен текст. А текст удивительно очень интересный, и к рассмотрению этого мы сейчас переходим. Итак, прежде всего, почему оно называется посланием к евреям? Ведь, собственно говоря, если адресаты послания апостола Павла очень часто указаны, то здесь мы, собственно, и не знаем, кому было обращено это послание, где оно писалось, и куда было отправлено. Название это получило только в III веке, и оно, конечно, вполне оправдано, потому что предполагается, что его получатели, они прекрасно знают содержание Ветхого Завета. И, более того, конечно, аргументация этого послания, оно во многом основывается именно на ветхозаветных текстах, что вряд ли было возможно в случае язычников. Кроме того, конечно, не менее важно это то, какая община, какая конкретная ситуация вызвала это послание к жизни, почему оно было написано. И здесь, надо сказать, что наиболее вероятно, что речь идет о некой общине, которая действительно была довольно продвинута, потому что говорится о том, что ее члены должны быть уже учителями, они претерпели большой подвиг страдания, то есть у них за плечами уже десятилетие церковной жизни, некоторые из их наставников, они уже умерли, и все это вряд ли могло относиться к рядовым членам церкви. Итак, кто же могли быть читателями этого послания, к кому оно было обращено? Настойчивые акценты на вопросах культа и богослужения заставляют думать, что автор обращается к священникам. Я напомню вам, что в книге «Деяния», 6 глава, 7 стих, мы встречаем следующее указание «И Слово Божие росло и сильно умножалось, число учеников в Иерусалиме, и очень много священников подчинилось вере». Став христианами, они были вынуждены покизнуть священный город и найти пристанище в других местах, возможно, где-то на побережье Средиземного моря, однако изгнание переживалось ими как тяжелое бремя. С ностальским чувством они вспоминали о былом блеске иудейского культа, служителями которого они некогда были, и разочаровавшие свое новое вере, еще не окрепшее и до ни конца разъясненной, встревоженной преследованием за нее, они захотели вернуться к былому состоянию. Именно от подобного отступничества и призвано предостеречь послание к евреям. Итак, это послание, оно, как и большинство текстов Нового Завета, связано с ситуацией той общины, к которой оно обращено. И цель, о которой я сказал, она является ведущей. То есть, на самом-то деле, вот то богословие, послание, о котором мы будем говорить дальше, оно в данном случае играет вторичную роль. Вторичную роль по отношению к центральной теме послания предостеречь читателей от возможного отступничества. И для этого используется аргументация, которая для нас может показаться несколько странной и малопонятной, и тем не менее, конечно, наверняка автор достиг своей цели, и наша с вами задача состоит в том, чтобы постараться именно пробраться сквозь эти тернии, которые неизбежно возникают на нашем пути, и понять, понять, почему это послание так написано.